Всем привет! Хэллоуин всегда был особенным праздником для Blizzard, и Overwatch не стал исключением. Вчера вечером на все серверы игры было установлено первое обновление Ужасы Хэллоуина, посвященное этому празднику, которое продлится до 1 ноября. В сегодняшнем видео мы рассмотрим весь контент, который был добавлен в игру. Основная часть обновления состоит, конечно же, из новой потасовки – Месть Крисенштейна. В этой кооперативной потасовке вам вместе с еще тремя игроками предстоит отбивать волны роботов Доктора Крисенштейна. На выбор доступны четыре героя – Макри, Ханзо, Солдат-76 и Анна. При этом повторяться они не могут, и сделать выбор вы можете лишь в начале игры. Основная цель потасовки – не дать уничтожить ворота, отбивая волны врагов, что напоминает некоторые игры жанра Tower Defense. Отбиваться вам нужно в основном от зомби-омников, которые имеют две разновидности. Зомники, которые просто прут на пролом к воротам, игнорируя все, и там взрываются. И зомбардиры, которые стреляют издалека в героев. Если нет опасной близости зомников к воротам, лучше сфокусировать свою атаку на зомбардирах. Помимо них, время от времени на поле боя будут появляться и некоторые герои под контролем ИИ. Всадник, он же Жнец. Чудовище Крисенштейна, он же Турбосвин. Ведьмочка, которую вы знаете как Ангела. И, конечно же, Доктор Крисенштейн, он же Крысавчик. Последний, кстати, будет часто взрывать на поле боя свою адскую шину. Даже когда его самого там нет. Она будет пытаться доехать до ворот, чтобы там взорваться. Для потасовки доступен выбор сложности. Новичок, боец и эксперт. За убийство монстров ваша команда получает очки рейтинга. И помимо уровня силы врагов, уровень сложности также влияет на максимально доступный в матче рейтинг. Ознакомиться с рейтинговой таблицей вы сможете, нажав на соответствующую кнопку в списке выбора режима. Пока что не ясно, будет ли этот рейтинг в итоге давать какие-либо награды. Или его добавили, лишь чтобы подстегнуть игроков чаще играть в потасовку. Для этого режима добавили 4 достижения, которые в общем списке достижений вынесены как особые. Узнать больше об истории Доктора Джемисона Крисенштейна вы сможете в свежем девятом номере комикса об Овервотче под названием Крисенштейн. Ссылку мы добавим в описании. Хэллоуин повлиял и на уже существующий контент игры. Так, карта Голливуд получила новые декорации в тематике данного праздника, хотя физически карта и не изменилась. Помимо потасовки была добавлена сотня новых декоративных тематических предметов. В одном ящике ивента вы можете найти не меньше одного предмета Хэллоуина. Разработчики также отреагировали на жалобы с летних игр. И теперь каждый из этих предметов можно не только найти в ящиках, но и купить напрямую за внутриигровую валюту. Один ящик вам дают сразу как бонус, потому даже если вы не планируете сейчас играть, стоит зайти в игру, дабы его открыть. Для всех тех, кого интересует, какие предметы были добавлены, мы кратко покажем каждый. КОНЕЦ Счастливого Хэллоуина! Бу! Что, страшно? Суеверия. Мой костюм на Хэллоуин? Киберниндзя. Конфета или жизнь? Люблю гробовую тишину. Мы помним о павших. Счастливого Хэллоуина! Вот так! Только через мой труп. Страшненько. Люблю крушить тыквы. Праздник окончен. Пугающая мысль. Тук-тук. Э, что нам стоит дурель построить? У-у-у, страшно. Конфетку хочешь? Нет, это не костюм. Живым или мертвым ты пойдешь со мной. Ты уже труп. Редактор субтитров А.Семкин На этом все. Спасибо за просмотр и удачного вам Хэллоуина. И пусть вам выпадет понравившийся облик с первого же ящика. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!